Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня, как всегда, мы говорим на глобальные такие темы, которые помогут вам разобраться со своим организмом, со своим состоянием и решить свои вопросы. Ой, надо замазать. Кортизол и истощенные надпочечники. Истощение надпочечников. Бывает ли такое? На самом деле еще как бывает. И я вам расскажу, что это такое и что с этим делать. Поэтому смотрите, пожалуйста, видео до конца. Кортизол диагностика. Вы можете сдавать много раз анализы, и не всегда это покажет вам то необходимое состояние, которое вы испытываете. Иногда это выглядит так, как я не помню, что я хотел сделать. Я начинаю часто ходить в туалет, либо что-то с моим сном происходит, скачки, давление и такое ощущение, что гормоны стройности просто покинули. Все это, друзья, сильнейшее расстройство гипоталамогипофизарной сферы и гормоны стройности надпочечники вышли из строя. Что мы знаем о надпочечниках? Что они стимулируют распад адреналина, жира. И по своему действию очень схож этот гормон с норадреналином. Дофамин при снижении его количества или количества рецепторов к восприимчивости дофамина в головном мозге усиливается аппетит, так как это средство эмоционального поощрения. Это всем известное заедание проблем, но на самом деле это связано очень сильно с истощением гормональным. Тестостерон – гормон, который обеспечивает расщепление жира и его использование в качестве источника топлива, источника энергии, обеспечивает распределение жира по мужскому типу. И, конечно же, эстрадиол – гормон, который синтезируется не только яичниками, но и надпочечниками, особенно при менопаузе. Женщины, которые у меня в консультации в климаксе, в менопаузе, не знают, о чем я говорю. Когда функция яичников снижается, такая штука способствует подкожно-жировой клетчатке в области живота, бедер, снижается уровень холестерина. Все эти гормоны могут способствовать увеличению веса. Но самая главная роль в ожирении принадлежит, конечно, к кортизолу. Кортизол вырабатывается корковым слоем надпочечников. И если у вас слишком много его, либо слишком мало, начинается проблема. Под влиянием кортизола увеличивается число и размер клеток жировой ткани. Поэтому, друзья, снижается даже чувствительность к лептину, то есть к насыщению. Начинается какая-то ажиотация с едой, повышается активность центра голода в головном мозге. Поэтому надпочечники, друзья, это ваши друзья. И бывает снижается мышечная сила и переносимость физических нагрузок. Откладывается преимущественно кортизольный живот на бедрах, на животе. Как я сказала, кортизольный живот откладывается в области талии. Поэтому, если у вас такая история есть, то...